Заплати и грызи кость спокойно. На Урале предлагают ввести налог на домашних питомцев. Для этого сперва придется зачипировать всех мурок и шариков. Именно благодаря такой электронной переписи можно будет уменьшить количество бродячих животных, считают законотворцы. Но что будет определять сумму сбора? Вес четвероногого или его порода? В этом опросе разбирался Игорь Бонгин. Это вообще просто бросили за ворота, ей было 9 месяцев. Это пришла из леса, вся израненная. Сперва стол и дом у Инги находили бродяжки. Теперь же Сен-Бернар, это интерьеры и шпицы, ее семейный бизнес. Женщина уже 15 лет разводит псов редких пород. Не столько для других, сколько для себя. У нас три чемпиона МИДа, и два чемпиона Америки, и чемпионы Латвии, и больше 70 чемпионов России вышло из питомника. То есть нельзя сказать, что это бизнес. Наверное, все-таки для души. Потому что сегодня продаются очень тяжело эти собаки. Разведение собак – дело затратное. На корма и лекарства тратится минимум 20 тысяч рублей в месяц. И, похоже, это не предел. Возможно, вскоре у владелицы питомника появится еще одна статья расходов – налог на домашних животных. Чиновники Нижнего Тагила предложили ввести для хозяев собак и кошек особый сбор. По нашему мнению, налоговые сборы заставят владельцев животных ответственнее относиться к ним. Косвенно это касается проблемы бездомных животных. Нельзя будет просто так выкинуть собаку на улицу, как это происходит сейчас. Почему нельзя – пока не ясно. Видимо, дело в сумме нового налога. Она пока не озвучивается, как и другие детали проекта. Но у инициативы уже появились противники. Хозяева говорят – платить за животных – настоящее кощунство. Это все равно, что налог на детей. Он считается членом нашей семьи, и поэтому мы не считаем деньги, которые мы на него тратим. А налог – это, естественно, будет ощутимо уже. Потому что мы платим и за дом, и за машину, и дорожный налог. Плюс еще собака – это как за ребенка налог. Мне кажется, это как-то странно будет выглядеть. Те, кто подбирает бездомных животных и пристраивает их, вообще рискуют разориться. Ведь у владельцев передержек порой живут по 10 питомцев. Говорят, они готовы смириться, если деньги пойдут на что-то действительно нужное. Смотря для чего вводится налог. Если на эти средства будут оборудоваться площадки для выгола собак, если будут строиться какие-то питомники, то я, в общем-то, не против. В первую очередь авторы инициативы рассчитывают, что эта мера поможет снизить количество бездомных животных. В одном только Нижнем Тагиле таких больше 10 тысяч. Чтобы отследить, как они оказались на улице, каждого хвостатого предлагают чипировать. Мы к любым начинаниям нашего правительства относимся очень положительно. Налоги, конечно, должны быть предусмотрены за животных. Но дело в том, что это должно быть такой частью общего закона о животных. То есть не только должны быть налоги, но обязательно регистрация животных. Потому что с кого собирать налоги? Пока собаки лают, караван идет. Чиновники сейчас прописывают все нюансы инициативы, чтобы передать их в региональный парламент. Изменения собираются внести не только в налоговый кодекс, но и в закон о содержании хвостатых. Игорь Бонгин. Главные новости Екатеринбурга. Екатеринбурга.